Когда начнётся строительство Рпенского проезда? Жители Владимира ждут его уже не первый год. Проезд разгрузит улицу Добросельскую, по сути, став её дублёром. Протяжённость четырёхполосной дороги по плану 2 километра 200 метров. Год назад губернатор выезжал на место будущего строительства и рассказывал о проекте журналистам. На какой же стадии проект сейчас? Всё в порядке, эта документация уже оформлена, экспертиза прошла, мы её подали. Надеюсь, что в ближайшее время уже будем получать финансирование для строительства Рпенского проезда крайне важно для жителей Владимирской области. Конечно же, хочу подчеркнуть, что пандемия наложила отпечаток на финансовые возможности, в том числе федерального центра. Уверен, что финансирование мы получим. Уверен, только вопрос времени. Ещё один дорожный вопрос – статус Пекинки. Сейчас она является частью федеральной трассы. Губернатор сказал, что дорога должна перейти на региональный уровень, когда начнут строить северный объезд города Владимира. Буду выступать за то, чтобы эту дорогу передать на региональный уровень. А пока эта дорога вынуждена быть федеральной. И другого не может быть. Почему? Потому что по ней едут машины, которые уходят туда на север. Напомним, из-за того, что Пекинкой пока рулят федералы, в прошлом году мы едва не потеряли семь левых поворотов. Если бы управление дорогой их закрыло, ближайшие городские улицы встали бы, по крайней мере, в часы пик. Лишь благодаря вмешательству Андрея Шохина этого удалось избежать. А вот губернатор тогда отстранился от решения острого вопроса.